Я решил немножко рассказать про то, что происходит в мире мессенджеров сегодня. В частности, я думаю, у всех на слуху темы чат-ботов. Я решил немножко показать вам, рассказать, что же уже сегодня можно делать в бизнесе, в компаниях, в маркетинге, в продуктах и так далее. Собственно, по сути, сегодня чат-бот – это новое окно возможностей для любого из бизнесов, абсолютно для любого. Точек приложения много, точек, как этим пользоваться, много. Мы в самом начале пути, и эта тема будет только развиваться. Но уже сегодня есть интересные примеры. Для начала немножко про вас. Почему про вас? Потому что хочу узнать, кто из вас пользуется мессенджерами. Очевидно, глупый вопрос. Но вот он почему. А кто из вас пользуется каждый день? А кто каждый день еще и много раз? Ну, поняли, к чему? К тому, что мессенджеры сегодня у нас уже в нашей жизни встроены абсолютно. И это уже наша новая привычка. По одной простой причине, что 90, даже больше процентов людей руку подняло, когда я спросил. И на самом деле эта привычка не только у вас, но и у ваших клиентов, очевидно. Ну, или у ваших партнеров, с кем вы работаете, с кем вы хотите выстраивать отношения. И почему это произошло? Немножко такая вводная, немножко может быть даже капитанская информация, но тем не менее важно понимать, что поменялось. У нас стало много телефонов у всех, они в карманах, они доступны. У нас стал быстрый интернет. И если бы сегодня не было возможности отправлять фотографии и видео, то было бы не так круто пользоваться мессенджером, согласитесь. У нас это дешево. И самое интересное, то что до этого момента, до сегодняшнего дня, когда мы стали пользоваться мессенджером, мы уже были к ними готовы. То есть мы уже были готовы к этой парадигме общения. Мы уже это делали в интернете в разных формах. Так вот, что же сегодня есть уже в мессенджерах, как этим пользоваться? Для начала напомню, что в апреле этого года была большая конференция у Фейсбука F8, F8, где Цукивберг сказал следующее. Если вкратце, то он сказал, что я хочу, чтобы я верил в то, что клиенты будут общаться с брендами через мессенджеры, так же, как и мы это делаем сегодня с друзьями, партнерами или коллегами. И он в тот момент анонсировал бот-платформу для Фейсбука. Не только он, но и бот-платформа есть уже других мессенджеров. У Телеграма, у Скайпа, у Кика и так далее. Очень короткий обзор. Самое главное, что здесь видно, что у такого большого игрока, как Фейсбук, практически очень много возможностей сегодня. И есть API, есть возможность делать ботов. Следующие два больших гиганта, WhatsApp и Viber, пока немножко отстают. У них нет этих возможностей, у них пока нет API. Только у WhatsApp есть, но оно неофициальное. И им пользоваться не рекомендуется. И еще сегодня вышла новость, что Facebook… Я даже не успел поставить галочку. Вот здесь вот у Facebook нужно поставить галочку. Те, кто Телеграмом пользуется, знают, там есть возможность дополнительных кнопок. Вы увидите это на слайдах. Кстати, кто в Телеграме пользовался ботами уже, чтобы я понимал? Кто понимает, что такое чат-бот в принципе? Большинство? Хорошо. Здесь нужно галочку поставить, потому что у Facebook тоже сегодня появились дополнительные кнопки в кавиатуре. Там я картинки покажу. Например, это Телеграм. Вот эти дополнительные кнопки. Это окно общения, вот дополнительные кнопки. Можно делать дополнительный функционал, встраивать в общение с человеком, с ботом и так далее. Или вот дополнительные кнопки. Когда приходят сообщения, например, от бренда приходят сообщения, например, статус вашего заказа такой-то, а у вас там кнопка «Окей, хорошо, спасибо», либо «Хочу что-нибудь уточнить». Или кнопок может быть много под сообщением. Под сообщением это кнопки функциональные, дополнительные вместо кавиатуры. Можно делать такие штуки, встраивать прямо интернет-магазин, по сути, в Телеграм, в мессенджер. Можно делать даже игру «Тетрис» через обновляемую картинку. Или можно делать большое меню для любого сервиса с любым количеством функционала. Это Facebook. Facebook у него немножко другой подход. У него подход типовых карточек. Карточки есть разного типа. Например, картинка плюс ссылочки, плюс текст, или только текст, или только картиночки. Есть еще классный у них слайдер. То есть можно сделать так, чтобы человек спрашивал, какие сегодня хиты продашь у бота. В любом магазине захожу, в боту любимого магазина. Какие сегодня хиты продашь для прошлой недели. Он говорит, вот тебе топ-10 вариантов. И ты листаешь. Мне нравится вот этот вариант. Нажал, заказал. Собственно, как использовать. Как сегодня уже можно это использовать в благо и в интересах бизнеса. Тут представь, я набросал некоторые идеи, на самом деле их больше. Начиная от того, что это может быть просто дополнительным интерфейсом к вашему существующему сервису любому. Будь то оказание услуг или продажи, или любой продукт. Можно через телеграм настроить уведомления или восстановка задач. Можно сделать службу поддержки. Можно сделать промо-рассылки, флэш-акции через мессенджер. Можно делать спец-промо-механики. Например, мы сейчас для одного детского бренда, оффлайнового, делаем механику. Там нужно будет фотографировать этикетки еды, присылать их в бот, а бот их анализирует. Говорит, да, штрих-код принят, вам начислены баллы. И получается, бот, по сути, такая специальная механика для программы лояльности, для специальной маркетинговой активности. Там конкурс, фотки загружаются с детьми. Кто больше баллов набирает, получает призы. Это все делать через мессенджер. Новости можно рассылать, можно уведомления рассылать про заказ, как я сказал. Делать ретеншн, человек купил, 3 месяца не покупает, давайте ему напомним про нас. Обратную связь собирать, делать просто upsell, crosssell. Очевидно, что там сразу возникают вопросы. Но ведь телеграмма сейчас мало, всего 5% аудитории. Facebook тоже у нас в России не сильно распространен. Ну, точнее так, основные у нас распространенные мессенджеры – это Viber, WhatsApp, а из социальной сети – это ВКонтакте. Но, мое мнение, надо начинать хоть с чего-то пробовать, искать механики. Потому что у вас аудитория, в ваших компаниях есть те, кто пользуется телеграммом и фейсбуком. Начинайте, пробуйте. Через полгода, год уже у всех будет все доступно, у всех мессенджеров. Ну и, например, я решил посмотреть на конкретных действиях, как это может быть за живую. Я взял бота, который мне помогает заказать отель, называется Altera. Значит, это welcome сообщение. Я говорю, привет. Я пишу ему… Вот welcome сообщение. Он мне предлагает, чего ты хочешь. Я, по-моему, нажал «хочу идеи для отдыха». Кнопочка мне предлагает разные идеи для отдыха. Я ему пишу, на сколько дней у меня спрашивают. Я написал на столько-то дней город Москва. Он мне предложил город Москву. Я нажимаю «да, хочу забронировать». Он спрашивает меня, сколько звезд и так далее. Когда тебе нужен отель? В итоге доходит до того, что… Спрашивает, какая цена максимальная. Выходит до того, что мне предлагает гостиницу «Космос» под мои критерии. Если бы критерий было меньше, он бы мне предложил больше вариантов. Ну, я нажал кнопочку «хочу еще посмотреть варианты», он мне предложил еще варианты. Это был Telegram, вот Facebook. Тот же самый бот для сравнения, чтобы вы понимали разность интерфейсов. Тоже welcome сообщение. Он меня спрашивает, чего ты хочешь. Я пишу, хочу потанцевать, дэнсинг. Он говорит, клево, вот тебе Испания. Видимо, в Испании все танцуют, когда приезжают. Не знаю, прям с самолета выходят, танцуют. Я говорю, хорошо, мне Испания нравится. Но было бы круто, если бы ты мне что-нибудь в Африке предложил. Я написал, типа, хочу поехать в Африку. Он говорит, ну, не проблема, вот тебе Африка. Танзания. Я был в Танзании, кстати. Я говорю, здорово. А в Москве что есть? Ну, чтобы сравнить, правильно, одинаковая ли логика работы у него в разных мессенджерах. Оказалось одинаковое. Тоже мне предлагает похожий интерфейс. Я говорю, Москва мне нравится. Значит, насколько, на как долго. Я говорю на неделю, цена, тра-та-та, 200 долларов написал, опять мне предлагает этот же отель. И другие варианты, да, слайдеры. То есть, в принципе, как вы понимаете, интерфейс достаточный для того, чтобы делать разные механики. Не только продающие, но и про контент, и про обратную связь, и про лояльность, и так далее. Собственно, что делать, если сегодня хочется получить себе такого чат-бота? Есть несколько вариантов. На рынке есть конструкторы. Они, в принципе, достаточны для того, чтобы сделать минимальный продукт и показать своим пользователям. Но не стоит рассчитывать на какую-то супер, там, большую, сложную интеграцию, логику. Есть сервисы одно окно. Это как, в первую очередь, они используются для службы поддержки. Когда вам клиенты пишут в разные мессенджеры, а у вас у операторов в вебе одно окно, и все сообщения сваливаются в один стек. И это удобно, собственно, обрабатывается. Ну, студии фрилансеры, очевидно, есть уже их много. Несмотря на то, что рынок существует, по сути, не больше полугода, такой активной фазе, да, их уже много, и студии фрилансеров, то есть найти несложно те, кто вам что-нибудь сделает. И есть мы, чат-ботс комьюнити, куда можно прийти, если есть вопросы, вы приходите, у нас есть группы, чаты и общение. Нас уже больше полутора тысяч человек. Это просто сообщество единомышленников на эту тему. Мы делимся опытом. Вот даже здесь есть представители сообщества. Подними руку. Здорово. Спасибо за внимание. Вот здесь сайт нашего сообщества. Можете зайти, там есть все разные активности, там есть новости, там есть форумы, есть группы для общения, для поиска подрядчиков или себе сотрудников. Буду рад ответить на вопросы, если есть. Павел, спасибо за доклад. Спасибо вам. Сейчас я вопросы посмотрю из приложения. Пока я смотрю вопросы, задам вопрос свой. Нет ли у вас в целом ощущения, что весь этот хайп вокруг чатов, чат-ботов и всего остального, что он какое-то время продолжится, а потом сойдет на нет, через пару месяцев, через полгода? Да не ощущение, а уверенность есть. Это мыльный пузырь. Но с этим спорить сложно, потому что с любой технологией так всегда происходит. Что все пройдет? Не все пройдет. Есть большой хайп, есть повышенное внимание. Все начали… Да, вспомните мобильное приложение, когда они появились, было то же самое. Все стали делать все подряд, да. Пообжигались, значит, стали делать просто давайте переложим сайт в мобильное приложение, поняли, что не работает. В итоге хайп спал и осталась такая спокойная кривая развития рынка. Здесь будет то же самое. Я думаю, что через год хайп спадет и появятся более-менее понятные работающие модели, как самостоятельные продукты, так и сервисные разные. Люди поймут, что надо делать это. И будут делать спокойненько разные продукты. Но я даже имел в виду несколько, наверное, другое. Неудобно же. Зависит от кейса. Я, например, не буду рекламировать Яндекс.Бота, но я им пользуюсь. Конкретно Яндекс.Бот в Телеграме встроился в мою жизнь. Просто потому, что мне удобно. Потому что мне часто нужна очень короткая и понятная информация, не требующая большого дискавери. Не так, что типа, как мне построить дом. Это неудобно. А коротко. Найти телефон или фото какого-то человека. Я захожу в Яндекс.Бота в Телеграме. Пишу, и мне выдает. Мне это занимает сильно меньше времени, чем если за кейс. Ну да, просто есть примеры, когда люди пытаются в чат-боты засунуть на волне моды все подряд, и действие в чате требует в 3-5 раз больше усилий, чем пойти… Я еще забыл показать пример. Пример бота, который растет сейчас сумасшедшими темпами. Называется Sensei. По сути, это как аналог проекта Ответы Mail.ru. Вы заходите на сайт, позадаете вопрос, вам кто-нибудь отвечает. То же самое сделали в боте. У него за полгода больше миллиона пользователей. Я не целеваю аудиторию этого бота, но цифры показывают, что у него там такая клюшка идет. И там простая логика. Вы пишете в бота вопрос, любой, называется Sensei. Пишите в любой вопрос, кто-нибудь с другой стороны бота, кто по теме вам подходит, говорит, я хочу помочь этому человеку. И ему помогает, отвечает, совет дает. Хорошо. Спасибо. Вопросы из приложения. Чат-боты для B2C, это понятно. А есть ли уже примеры применения ботов для управления бизнесом? Прям яркого примера нет. Могу сказать из того, что у нас в комьюнити делают ребята. В комьюнити делают ребята сервис типа не первой линии поддержки, а knowledge base. То есть есть компания, у которой есть продукт софтовый, которым пользуются десятки тысяч людей. И эти десятки тысяч людей, они в оффлайне. У них нет возможности заходить в интернет часто. Они через Telegram делают типа knowledge base. Вопрос возникает, и бот ему подсказывает, как пользоваться этим продуктом. Я думаю, что это будет хороший кейс. Спасибо. А стоимость разработки бота? Любая. Ну реально. Не от нуля же? Не от нуля же, да. Но из того, что я слышал простых ботов, простых ботов, если фрилансеры делают там за 50 тысяч, могут сделать студии, там берут от 100 до 150 простых ботов. Сложные боты, я слышал цифры там единицы миллионов рублей, например, как туристического характера или бот, который, там такая модель, есть сервис здорового образа жизни, они хотят бота, который бы подсказывал, как питаться, как бегать, там снимает показания вот отсюда. Я знаю, что его делают на несколько миллионов рублей. Ну смотрите, это опять же, наверное, вопрос технологий, потому что можно сделать это все, забить там, грубо говоря, дерево вопросов и как-то по нему идти. Это, в общем, скорее монотонный такой ручной труд. Вот вопрос схожий, а не заменят ли боты с искусственным интеллектом, там а-ля Siri, или там Марта из Битрикс24, не вычисленят ли они чат-боты? Или это вообще разная история? Ну, во-первых, это взаимодополняющая история, потому что чат-бот, пока что все кейсы, которые есть, большинство из них, это действительно без сильного внутреннего искусственного интеллекта. Но уже есть кейсы, например, у нас на хакатонах есть команда, так называемая, называется Аврора, точнее, инком, у них есть технология Аврора. Реально общаешься с ботом, как будто живым человеком на русском языке. То есть уже есть продукты на рынке, способные генерить диалог, причем осмысленный. Там они сделали кейс, заказ для Макдональдса, сделали кейс, заказ еды. Приходишь в ресторан, заказываешь. Там вопрос не в том, что это не очень крутой кейс с точки зрения прям применимости, но сам факт. Они показали, что можно там текстом писать, хочу гамбургер, он спрашивает, а соус хочешь? Да, хочу, какой? И прямо в режиме диалога, как с человеком, заказываешь себе еду, и это сделано с использованием диалогового движка. Вот вы, видимо, осознанно доклад уложили в 15 минут, а дальше все на вопрос. У меня прям сыплется в приложении. Хорошо. Тут очень в продолжение. Они из зала или из интернета? Из зала, из интернета. Очень в продолжение темы ботов, с которыми можно поговорить. Они же учатся, соответственно, как происходит обучение ботов? Это отдельная тема, на самом деле. Там есть понятие диалоговый движок. На что он раскладывается? Он раскладывается на knowledge base. Knowledge base – это заранее заведенное экспертами некоторая база знаний, из которых бот дергает ответы. И есть часть, связанная с распознаванием лингвистики, которая понимает, это синоним, это ошибка, это примерно похожий ответ на тот. И есть третья часть, которая называется самообучение. Самообучение – это когда бот понимает, что если он, точнее не бот, а тот движок диалоговый, понимает, что если он дал неправильный ответ, то есть если он дал ответ, который не удовлетворил человека, например, человек переспрашивает или что-то, то он понижает его рейтинг. И происходит, что происходит процесс самообучения, чем больше диалогов случается, тем более качественные и качественные ответы бот дает. На самом деле, это реально очень сложная тема, она отдельная, можно сделать прям отдельную лекцию. И мы, кстати, планируем сделать в комьюнити мини-конференцию Ликбез, где мы расскажем, что такое диалог и движок, что такое, как используется машин-ленинг, как использовать бигдату в чат-ботах и так далее. Вообще, слово чат-бот, если прямо разложить, чат – это мессенджер, бот – это как бы что-то автоматическое. Так вот, на самом деле, за ним скрывается много, что внутри. По сути, то, что я показывал, это просто интерфейс. А то, что внутри, там можно сделать что угодно. Можно сделать простую логику, где у вас там 10 вариантов вопроса, 10 вариантов ответа. Ну, простая самая примитивная логика. А можно прикручивать разные диалоговые движки, которые будут создавать ощущение живого человека. Или можно сделать, я знаю кейс, что вот на конструкторе ChatFuel сделали бота, у него вручную забили 5000, значит, 5000 вариантов ответов на 5000 вариантов вопросов. Бот для баскетбольной команды, американская какая-то. Ты с ним общаешься реально как с человеком. Ну, прикольно. Это очень примитивный человек, получается, ограничен кругом вопросов. Там у них нет задачи, как бы, чтобы этот бот был на все случаи жизни. У них есть понятный use case. Понятный use case выглядит так. баскетбольная команда, есть игроки, есть игры, есть очки там и так далее. То есть вокруг да около понятно, о чем люди могут спрашивать. Они все их покрыли разными вариантами ответов с подтягиванием информации извне. Хороший вопрос. В продолжении темы. Какие конструкторы ботов есть? Я там перечислял. Там есть для Facebook ChatFuel, есть аналог ManyBot, есть русские парни, которые делают для Telegram BotaBot, NakaBot, то есть плюс-минус появляются разные конструкторы. Прямо таких, чтобы русских больших проектов, которые охватывают. Многие мессенджеры нет. На самом деле на Западе тоже нет. Все сейчас на Западе фокусируются на Facebook, в первую очередь, потому что там самая большая аудитория. Это, как я сказал, как я сказал, ChatFuel, ManyBot, API, это диалоговый движок, но с ним можно сделать тоже бота. VitaI, это тоже диалоговый движок, с ним тоже можно сделать бота. Это основные конструкторы. Если в Facebook, ну, большая часть аудитории, то какие вот по вашим ощущениям прогнозы, планы? Telegram обойдет ли Facebook или WhatsApp? Что в будущем будет более развито? Ну, надо понимать, что WhatsApp – это фейсбукский проект, они же его купили, поэтому Facebook даже может быть хорошо, если WhatsApp будет большим. Я не исключаю, что WhatsApp вообще как-то потом интегрируется в Facebook. Я этого не исключаю. По поводу Telegram, я не верю в то, что он обгонит там или еще что-то, просто потому что у него масса мало. Я верю в то, что он останется в нишах. В частности, сегодня какие ниши у Telegram? Первая ниша – это, допустим, страновая, да, Иран. Иран весь сидит в Telegram, исторически так сложилось, потому что там запретили Facebook, еще что-то. Там просто все сидят в Telegram исторически. И сделать так, чтобы целая страна пересела на другой мессенджер, это просто, я не знаю, что должно произойти. Telegram должен упасть там. Значит, либо второй кейс, почему Telegram у нас в России популярен, кто им больше всего пользуется. Им больше всего пользуются госчиновники, потому что PR у Telegram был security и пользуются топ-менеджеры, примерно по такой же логике. Поэтому в Telegram определенного уровня, ну, есть прям ярко выраженные сегменты. Примерно похожая логика в Америке. Я не верю в то, что Telegram станет массовым. Просто потому что он маленький. Хорошо. Павел, спасибо еще раз за доклад. Спасибо вам. Я не ухожу, еще буду здесь, кто хочет подходить. Вопросы, которые остались неотвеченными, я попрошу помощникам Володьева с Павлом вместе ответить. Спасибо.